Субтитры подогнал «Симон» 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 Портосниками отправляются Филипп и затем Фессалонику И во всех этих регионах появляются новые церкви Смотрите через этот пример из жизни Павла Бог призывает нас к гибкости к готовности отказаться от своих планов по велению Святого Духа Библия рассказывает нам о событиях Васии Павел все таки оказался там в другое время и в какой-то момент пришел в Ефес где, как мы уже читали Бог отверз дверь для слова, и оно было проповедано по всему региону. Именно тогда, но не раньше. Бог допустил туда Павла в свое время. Поэтому да, думать и планировать надо, но надо помнить и о том, что Бог может изменить ваши планы. Что еще полезно не забывать? Притча 16, 9. «Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его». Та же самая мысль. Человек предполагает, а Бог располагает. Однако давайте посмотрим на это с другой стороны. Притча 16, 3. «Предай Господу дела твои и предприятия твои совершаться». Иначе говоря, построив какие-то планы, задумав какое-то предприятие, следует придать их Богу в молитве и просить его о водительстве и руководстве. То есть, позволить Богу управлять шествием. Притча 15, 22. «Без совета предприятия расстроятся, а при множестве советников они состоятся». Это еще один библейский принцип. Строя планы, ищите мудрого совета. Обращайтесь за ним к знающим людям. Если говорить конкретно об основании церквей, то пусть это будут опытные основатели. Может быть, те, кто уже трудился в вашем целевом регионе, и кто неплохо его знает, и может поделиться ценным опытом. Таким образом, хотите приносить плод, не гнушайтесь мудрым советом. Выявили мы и другой фактор, влияющий на продуктивность в деле основания церквей. Об оценке пригодности служителей для работы на этой ниве мы уже говорили. Однако немаловажное значение имеет и их обучение. Всегда хорошо, если есть человек, предпочтительно с опытом в данном служении, который может помочь начинающему основателю хорошим советом, посодействует в разрешении возникших проблем, предупредит о возможных трудностях, окажет необходимую поддержку. Итак, экспертная помощь в планировании очень важна. О чем еще хотелось бы упомянуть? Какое-то время, сразу после падения железного занавеса, я преподавал в семинарии в Восточной Европе. У людей появились новые права и свободы. Тогда свой курс по основанию церквей я преподавал впервые. Дойдя до раздела, посвященного планированию, я столкнулся с определенным непониманием со стороны студентов. А зачем что-то планировать, недоумевали они? Разве мы что-то определяем? Не разумнее ли просто следовать водительству Святого Духа? Наверное, они достаточно прожили в эпоху пятилетних экономических, правительственных планов и убедились, что многие цели были недостижимы. Отсюда выработалось и соответствующее отношение к планированию в принципе. Что вполне понятно, ведь дела, как мы уже говорили, могут пойти совершенно иначе. Тем не менее, мудрость проявлять надо. Не стоит в порыве энтузиазма делать вещи, о которых потом придется жалеть. Прежде чем что-то планировать, соберите необходимые данные и основательно помолитесь. Учтите, планирование не сводится только к сбору нужного материала и правильным логическим построениям с целью выработки наиболее эффективных способов достижения целей. Здесь требуется и усиленная молитва. Потому что умудрить нас, внушить нам правильные мысли способен только Бог. Добивайтесь того, чтобы планы ваши были простыми, гибкими, утвержденными разными участниками процесса. Другими словами, мы можем все распланировать, решить, что будем делать, чем будем заниматься, одним, вторым, третьим, раздать людям поручения, но в итоге разочароваться, потому что наш план окажется реализованным не вполне. Пусть ваш план будет простым, базовым, широким, но определенным. Будьте готовы к его корректировкам и не стройте планов единолично. Как известно, в разных культурах приветствуются разные стили руководства. Где-то от руководителя ожидается, что он будет сильным лидером и главным вдохновителем всего коллектива. Если же глава организации ориентирован на обсуждение планов и разного рода консультативную помощь, его могут воспринять как неспособного и некомпетентного руководителя. А где-то все в точности да наоборот. Приемлемо только совместное обсуждение и коллективное принятие решений. И даже не пытайтесь указывать нам, что делать. Вот такие полярные подходы к руководству. Думаю, Бог может действовать весьма разнообразно. Здесь важно понимать, что совместное планирование — это не постоянное согласование всех, даже самых маленьких шагов, это скорее учет мнений ключевых участников процесса. Они должны чувствовать, что исполняют Божью волю, ощущать свою причастность к общему делу. Порой это требует продолжительного общения с людьми, выяснения их взглядов, вопросов, сомнений. Даже там, где преобладает авторитарный стиль управления, руководитель проводит немало времени с людьми, так сказать, за чашкой чая в неформальной беседе, пытаясь понять, что они думают по тому или иному поводу, как относятся к той или иной ситуации, другими словами, чем дышит коллектив. И если оказывается, что все мыслят в одном направлении, тогда я могу встать и заявить, на мой взгляд, Божья воля такова. Так думаю не только я. Мне кажется, это наше общее видение и общее восприятие того, как Бог ведет нас и что на данном этапе от нас требуется. И это только один из способов привлечения людей к планированию. Давайте разберемся, что конкретно включает в себя процесс планирования. В первую очередь следует ответить на вопросы «где» и «с кем?» «Где мы хотели бы основать церковь?» Отчасти термин «целевая» или «фокус-группа» имеет отношение к месту. Им может стать город, поселок или деревня. А отчасти он употребляется применительно к какой-то этнической группе. Например, иммигрантов или, как мы уже отмечали ранее, цыган. То есть определенных подгрупп и субкультур. Итак, в какой среде мы собираемся основывать общину? Какие люди ее формируют? Это первый вопрос. И он многогранный. Например, каковы духовные потребности этих людей? Насколько они открыты для восприятия Евангелия? Кто из христиан уже трудился в этом регионе? Или же мы первые? Ощущаем ли мы водительство Святого Духа? Угодно ли Богу, чтобы мы отправились именно туда? Возможно, наше расположение к этому месту объясняется именно ощущением Божьего водительства, а не человеческой логикой. А может быть, здесь уже есть группа христиан. Иногда Бог рассеивает своих детей по лицу земли, готовых трудиться вместе с нами. Таким образом, решение в пользу того или иного места или этнической группы определяется на основании целого ряда факторов. Поэтому от нас требуется изучать и молиться. Кто-то спросит, а насколько оправдана ориентация на конкретную целевую группу? Почему мы должны работать только с цыганами или, скажем, с эмигрантами? Это возвращает нас к вопросу, которого мы уже касались. Должна ли община быть гомогенной, то есть состоять из людей, у которых много общего, или же надо стремиться сделать ее максимально гетерогенной? И опять-таки, как мы уже отмечали, есть слои населения, которые оказываются неохваченными проповедью Евангелия. Возможно, они говорят на своем языке и, соответственно, ограничены в понимании. И, возможно, вам придется выучить их язык. По этой причине ваше благовестие становится узконаправленным, а община создается именно для этой целевой группы. Повторюсь, факторы, определяющие характер целевой группы, могут быть самыми разнообразными, как духовными, так и практическими. Поддержите ТВ-семинарии «Молитва и финансами». Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект «Молитва и финансами». Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tv-семинари.com Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинари. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok